Внимание! Данное видео содержит нецензурную лексику, не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. И стримы тоже будут два раза в неделю, по выходным. Вот. Вводни такого не будет. Поэтому подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на Twitch и на VK Play. Если хотите присутствовать на стримах, все. Ссылочки будут в описании. Че, погнали смотреть, веселиться. Семьи с единственной перспективой развод получают шанс на новую жизнь. Только порознь. В принципе, тут все объяснили, зачем я это рассказывал. Пытаясь построить отношения с другими. Вопрос измены каждая семья решает индивидуально. В сауну пойдем? Ну ты смелый. К чему приведет уникальный эксперимент? Смотрите прямо сейчас. Котики прямо в тем, конечно, были. Я думал о шоу «Беременном 16», но потом передумал. Заезжено слишком. Екатерина и Виталий Кряжевы. Катя 32 года, Виталию 30. Живут в Санкт-Петербурге. В браке один год. Один год? Екатерина закончила Петербургский университет культуры, кафедру кино и фотографии. Работает предметным фотографом. У Виталия среднее образование и сертификат профессионального спасателя-водолаза. По специальности не работает. Пробует организовать собственный бизнес. Несмотря на то, что супруги женаты всего один год, их отношения уже зашли в тупик. Виталий очень ревнивый и считает, что роль женщины стоять у плиты, содержать дом в чистоте и угождать мужу. Екатерина обижается, что муж совсем не интересуется ею как личностью. И использует ее как бесплатную домашнюю хозяйку. Единственным выходом из кризиса супруги считают развод. Так вы перед тем, как в брак вступать, вы вообще не разговаривали, что ли? Просто шли-таки по улице, абсолютно чужие люди, наткнулись друг на друга. Давай поженимся, давай. Что за тупость, блядь? Вы раньше о чем думали? Год прожили, и она не согласна. А ты когда выходил за ним, какой же жопы думал вообще? Не вижу, что Екатерина может стать матерью моих детей. Не очень хорошо ведет хозяйство дома. Готовка, уборка. Мужчина должен выполнять мужскую работу, а женщина женскую. Если это будет наоборот, то это получится цирк. Первая проблема семьи – необустроенный быт. Муж Виталий считает, что его жена недостаточно хорошая хозяйка. У Екатерины свой взгляд на уборку. Посмотрим. Сколько бы я там не протирала пыль, она все равно будет появляться. Иногда бывает сил не хватает. Блядь, ну да. И что? Давай не будем протирать. Где бы ты ни находился, в каком бы там месте хорошем, но быт надо обустроить. Блядь, сил не хватает. Сколько у вас кому-то? Там, чтобы была чистая одежда, чистая посуда. Не важно, где ты живешь. Хоть на помойке. Это все, что его интересует? Чистая одежда, чистая посуда. И она такую мелочь не может сделать? У жены Екатерины тоже есть претензии к супругу. Ага, какие? Давай. Человек немножко неаккуратен с вещами. Сложно поддерживать чистоту, когда человек может просто взять и разбрасывать вещи свои. Состоянно он как бы зашел куда-то там, разбрасывал. Я должна ходить и все это собирать. Мне вот это, наверное, тоже не нравится. Не собирай, скажи ему, слышь, твои вещи. Ты кинулся, убери. Ну, блядь, вы че, поговорить не можете? Но проблема быта, это силы не единственная. Супруги не разделяют интересы друг друга. Виталик, я хочу портрет сделать. Бля, ссори, стой. Че, в глаз что-то попало, не могу. Можешь чесать. Бля, начало уже веселое. Начало уже топчик, блядь. Мне нужно тебя пофотографировать для конкурса. Ну, хат такая у них, типа, нормальная. Мне кажется, там максимум две комнаты. Шо она тут, блядь, прям, как будто у нее там двухэтажный дом огромный. Понимаешь, да, я немного занят. Я понимаю. Тебе... Именно сейчас? К сожалению, да, у меня просто не хватает одного портрета для конкурса. Тебя, пожалуйста. Да, я понял тебя. Да, сейчас я бросаю все, иду. Свет твой смотреть, да, как падает. Ну, пожалуйста, вот один портрет. Спасибо, спасибо, давай, пойдем, пойдем. Пошли. Отлично. Я примерно понимаю, чем она занимается. Как резово выглядит. Мне совершенно неинтересна фотография. Мне не очень интересно ни смотреть, ни фотографироваться. Я говорю, давай там, может быть, вместе будем кататься. Он говорит, я не люблю кататься на велике. Если ты не предложишь, я говорю, слушай, ну вот скоро мне зима. Может быть, поедем покатаемся вместе там на стопборде или на лыжах. Он говорит, мне не нравится. Он не прав. Опять же, ты блякодаст за него выходил. Ты что, не знала, что он, блядь, домосед? То есть, как бы я с ним, могу сказать честно, немножечко даже чуть-чуть разленилась. Помимо разных взглядов на совместные увлечения, жену Екатерину не устраивает работа мужа Виталия и отсутствие у него стабильного заработка. Так. У меня есть свое дело. Сейчас занимаюсь оптовыми продажами. Я свожу клиента своего с поставщиком. Человек не приемлет постоянную работу. Он работает вот так, как ему комфортно, и когда он хочет. Виталий, вот ты работаешь дома. И в чем проблема? А я иногда бывает по 12 часов езжу по всему углу. Ну так извини меня, а кто меня будет обеспечивать тогда? Кто будет в машину обслуживать? Не знаю, веди себя правильно, и найдется тот, кто тебя будет обеспечивать. Ясно. Да, вы озвучите хотя бы зарплату. Сколько у него зарплата? Типа, если он дохера получает, а в чем претензии? Я вот езжу 12 часов работы, ты дома сидишь, блядь. И в чем претензии? Ты дура, что ли, вообще? Скажи по факту. Ты там, блядь, получаешь 15 тысяч, блядь, сидит дома. Иди нахуй. Ну, что за бред? Несмотря на эмоциональные высказывания мужа Виталия относительно появления кого-то другого в жизни его супруги, он очень ревностно относится к общению жены Екатерины с другими мужчинами. Молодой человек, извините, пожалуйста, а не скажите, а что у вас с рукой? Я просто смотрю, я переживаю. Я по природе такой человек, что меня люди вдохновляют. Чё за бред. Я очень люблю знакомиться с людьми. Мне интересно, чем они живут. Ты как себя веду с моими друзьями? Ну, слушай, я не с кем не знаком. Типа, ну реально бред, блядь, сидит с мужем и просто поворачивает к какому-то пацану. Ой, а что у вас там на руке? Ты дур, что ж? Вот, это всё. Всё, точно. Слушай, да какая причина? Если тебе интереснее общаться, на, пообщайся. Я пошёл так вот, своими делами дай мне. Реально чушка какая-то. Ну, основная проблема – ревность с его стороны. Именно непосредственно, когда я могу познакомиться где-то там на вечеринках или где-то на каких-то там на работе с молодыми людьми. Мне просто не нравится, что она трогает каких-то мужиков. Я не хожу, баб не трогаю. Поэтому стоит жирный вопрос. Чё реально трогает? О дальнейшем вообще существовании. Она постоянно у него на испытательном сроке. Насколько она их сильно трогает? Итак, решено. Супруги Кряжевы принимают участие в церкви. Нет, в принципе, не должна трогать. Ну, смысл, зачем тебе это вообще? Муж, женой разъезжаются. Да, блядь, муж есть, потрогай его. По правилам экспериментов, незнакомцы, с которыми им предстоит жить, сюрприз и для мужа, и для жены. Но свои пожелания супруги высказали. Это должен быть человек со своей точки зрения на мир. Какой-то, да, сынник. Я скажу так, со стороны мужиков. Почему мужики часто ревнуют? Не всегда ревнуют конкретно, вот, типа, не всегда выражают недоверие к девушке, а чаще, зная, какие мы долбоебы в голове, и как мы можем общаться, какие там давать двусмысленные фразы, с подковыркой и так далее, вот, зная все это, поэтому мы против общения с какими-то чужими мужиками. А бабы некоторые странные. Ну, ладно, это уже другое. Он должен быть мужественный, он должен быть уверен в себе. Это моя точка зрения такая. Ну, хорошо зарабатывает. Красивая, хозяйственная, с чувством юмора и не глупая. Все. Право на измену в эксперименте каждая семья решает индивидуально. Не, ну, если ты разрешишь, то я за. Слушай, ты сейчас серьезно, что ли? Виталик, ты шутишь на себя? Да, я шучу, конечно, нет. Как оказалось, муж Виталий не против измены. Одна из основных проблем семьи кроется в интимной жизни супруга. Нихера. А, ну, типа он не против будет, если они поедут, и он не против будет с кем-то переспать. Муж Виталий отказывает жене Екатерине в сексе. Стоп. Он каждый раз будет там злиться или... Что? Еще раз заново давай? Нет. Право на измену в эксперименте каждая семья решает индивидуально. Не, ну, если ты разрешишь, то я за. Ну, подожди, он же про себя сказал. Ты сейчас серьезно, что ли? Если разрешишь, я за. Он сказал про то, чтобы он изменил. Как оказалось, муж Виталий не против измены. Одна из основных проблем семьи кроется в интимной жизни супругов. После ссор муж Виталий отказывает жене Екатерине в сексе. И че, блять? Так это же нормально. В смысле после ссоры отказывает? Так вы... Бля, они как-то информацию, блять, неправильно доносят? Проблемы? Из-за ссоры? Или вообще в принципе это проблема? Что? Ну, каждый раз будет там злиться или уходить с себя, там, закрываться. Потом, там, носить себе, потом быть злым каким-то таким. Он со мной неразговорчив. Я говорю, а почему ты так, типа, со мной грубый? Ну, я же так хочу, как-то понежнее, там, от тебя слышать. Он такой не заслужила. Я такая, ну, Виталик, ну, как ты, говорит, ты меня не любишь? Он такой... Ну, чтобы не расслаблялось. Блять... По правилам эксперимента, один из супругов кряжевых может принять партнера на своем теле. Бля, они какие-то странные. Эксперимент этот допускает. Либо муж и жена переезжают на неделю к своим новым незнакомцам. Какое решение примет семья кряжевых? А я могу, раз это моя квартира, привезти другую женщину сюда. Слушай, если ты это сделаешь, меня в твоей жизни не будет уже больше никогда. Итак, супруги Кряжевы решились на эксперимент. Муж Виталий и жена Екатерина переезжают на неделю к незнакомцам. Ну, давай. Тут и новые партнеры лучше. Ну, давайте, блять. И супруги поймут, что проблемы не сходят. Там еще название такое интересное вообще? А в них сами. Думаю, бляха, это... Называется... Не, хотя это, наверное, будет спойлер. Я не буду говорить, как называется. Друзья, сейчас ко мне подойдет очень красивая девушка. Скажите мне, что мне делать? Читать ей стихи, упасть на колено, поцеловать ее? Ой, нет. Даже не. Это она, прекрасная Екатерина. Привет. Привет. Ой. Эээ, страшно. Это было очень неожиданно. И, конечно же, безусловно, очень приятно. Серафим. Серафим, Екатерина, очень приятно. Серафим Сваровский, 24 года. Родом из Нижнего Новгорода. Полгода назад переехал жить в Москву. Моложе ее, да? По образованию актер закончил российский государственный педагогический университет в Санкт-Петербурге. Служит в театре. Любит девушек старше себя, так как считает, что с ними есть о чем поговорить. Было несколько романов, но ни один из них не заканчивался серьезными отношениями. Замужная женщина, она более лояльна, да, и на менее требовательна, да, и более понимающая, как должно происходить, что нужно делать и чего не нужно делать, да, как нужно себя вести в отношениях. Мы не проще, когда мы понимаем. Ну, далеко не так, нет. Смого слова или без слов вообще. Хочешь покричать? А что кричать? Не знаю. Я приехала в Москву, ура! Ура, друзья, давайте поаплодируем! Екатерина приехала в Москву! Симпатичный, хороший, красивый, молодой человек. А, глаза сгорели, что, блядь! Да, я в театре игра. Да ладно? О, классный! Круто, слушай. А ты чем занимаешься? Расскажи мне, я про тебя вообще ничего не знаю. Фотограф? Да. Катя миниатюрная. Мне очень нравятся такие девушки. Меня Алиса зовут. Меня Виталик. Очень приятно. Очень приятно. Алиса Котельникова, 24 года. Бля, она выглядит старше, чем ее жена. В университете дружно. Ну, вот именно на той фотографии, где она накрашена сильно была. Народов на кафедре искусства и гуманитарных наук. Их и ниху. Ла хоть замазали. Работает моделью. Ведет блог в инстаграме, где у нее уже полмиллиона подписчиков. Ну, ясно, блядь. Мужчина с мужчинами не состояла. Надеяться, что участие в эксперименте поможет встретить настоящую любовь и построить крепкие отношения. Ну, понятно, что будет дальше. Понятно, понятно. Где ты будешь жить? Смотри, вот это твоя комната будет. Ты будешь жить. Пес, блядь, ты что пришел? Пошли, я тебе будку покажу. Большая кровать. Ну да. Ну да. Ну да. Могу тебе тоже показать, что я уже хотим. Они специально, да? Хорошая пропорциональная фигура. Выдающийся бюст. А кто-то вот это живой я. Бля, кто посомнился, что первое, что он скажет, это вот в российский. Это моя комната. Удающийся бюст. Вот, в принципе, все. Ну, аккуратненько. Ну да, так. Пойдем на кухню. Пойдем. Будешь чем-то угощать? Да, я уже... Зачем так сильно малеваться прям все лицо? Бля, не люблю так вообще. Ужас. Ой, что-то они... Что-то, по-моему, они немножко сгорели, да? Давай, отведай. Давай не будем. Но только после тебя. Не, давай не будем, пожалуйста. Мне кажется, это надо выкинуть. Блядь. Я не так и хотела. Для него сразу минус, да? Не, на самом деле я вообще-то готовлю. Ну, иногда. А че? Ты даже не сгоревшие же. Что делаешь, блядь? Да, готовишь? Нет, обычно жена готовит. Ты че делаешь? Изверг, блядь. Молодой человек вполне приятный. Он очень никогорченый, очень мягкий. На армянинку похож как будто бы. Ладно, расскажите что-нибудь о себе. С кем ты работаешь. Мне 30 лет. Я занимаюсь продажами. Что ты продаешь? Мясо. Я, кстати, вегетарианка. Вегетарианка? Да, я не ем мясо. Я понимаю, что Алиса вегетарианка, но она поступила своими принципами. Приготовила для меня мясо, купила мясо. Я это оценил. И выкинул, Махрен. Я модель. Модель? Да. На показах работаю. Ходишь прям? Прям хожу, да. Конкурсы красоты участвуют, например, фотографии. Ты сразу голый фотк сейчас покажешь. А? Ну, это новое всего такое. Ай, блин. При модельной деятельности я отношусь нормально. Но, с другой стороны, не хотел бы, чтобы моя жена... Потому что не жена. То хотел сказать, потому что не жена. Давай. Давай, за встречу. Давай. Расскажи, что ты про свои отношения. Что мы год женаты. Но она тоже упрямая, как ты. Такой символ. Год всевослушная. Она овен тоже. Так же готовит, как ты. Катерина готовит. Я хочу, чтобы она делала это естественное и с удовольствием. Ну, а что тогда послужило у Плющины? Ну, что ты хочешь найти что-то другое. Я всегда что-то еще. Он очень разговорчивый, он очень мягкий. Человек как-то старается быть с тобой на одной волне. Мне это очень было симпатично, мне это очень понравилось. Добро пожаловать. Нет, я не нужны никакие отношения. Ой, какой тут все. Не знаю, просто видно понять, что я не надо. Так, как-то я тебе помогу. Спасибо. Нет, сейчас. Слушай, я тебе предлагаю в связи с этим сразу же пойти и попить чайку просто горячего согреса. Давай, это будет вообще просто очень здорово. Ну, потом я тебе покажу квартиру, и мы решим где-то больше спать. Хорошо. Так чем муж занимается? Муж занимается, ну, он находится всю жизнь в поиске. В поиске в интернете? Ну, в том числе. В данный момент оптовые продажи, а до этого он работал водолазом. Люди друг с другом, ну, они... Цифры, пожалуйста, называй цифры. Ну, работал водолазом. Получал он там, например, сотку, блядь, что плохого? Цифры, блядь, скажи, пожалуйста. Либо вместе развиваются, либо один... Тормозит. Тормозит, да. Почему ты решила все-таки участвовать в этом эксперименте? Что тебя сподвигло? Потому что вот ключевое слово — это эксперимент. Мы с мужем на грани разрыва, и мне показалось, что это должен быть хороший эксперимент, который покажет нам, что надо нам это или не нужно быть вместе. Потом почему ты считаешь, что мы после этого... Не, ну, если мне сейчас пару хорошую подберут, это все нормально было. Блядь. Может быть, что-то... Ой, все, он уже... Он ласты навострил, все ясно. Он у тебя ревнивый? Тогда нахер вам эксперимент. Да разводите это и все. Виталия очень сильно раздражает, прям... Очень сильно раздражает, что я общительная. А для Виталия это очень сильно внутренне... И как бы он переживает очень по этому поводу. И думает, ну, а что? Нет, ну, сколько раз мне скандал был не устроен. Скандал? Ну, а что? Вот. Ты как себя ведешь? Ну, слушай, я ни с кем не знакомлюсь. Как оказалось, Серафима не очень сильно беспокоит ревнивость супруга Виталия. И знакомство с женой Екатериной он продолжил с неожиданного сюрприза. Можно закрыть глаза? У меня есть сюрпризы. Хорошо. Давай. Только не подглядывай, да? Хорошо. Так, только пока ничего не спрашиваю. И пока не открываю, пока я тебе не скажу. Че, бля? Он что, сразу ролевые игры начали, что ли? Иди сюда, блядь. Все, открывайся? Да, да. Мальчик, вы кто? Никого не напоминает? А, это, где они танцуют? Вот эту тему. О, Бо. Я поняла. Криминальная... Правильно, Серафима. Да? Танцовы? Да, где они танцуют? Я не знаю. Давай, 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 давай. Не сняйся. Это было очень необычно. Я не помню, когда я последний раз примеряла вообще какой-либо парик. Это классно. Ебать, серьезно, это тебе настолько радость жизни, что и с зубами, блядь, вообще. Чипуля такая. Да. Отдай сюда. И мне. Пока можно только танцовать. Давай танц. Виталий, к сожалению, за все время, которое мы с ним вместе, он мне таких сюрпризов не делал. Мне понравился танец. Это было прикольно. Это было как-то естественно, что ли. Сам момент был хорош. Да, ему лет не удался, Алиса вывела муж, бытаны поплавочные обычные в сухом бассейне. Одновременно 22 и 25. Писик, не стесняйся. Ч-ч-ч-ч. Дай мне руку, пожалуйста. Реально я. Это что за... Ай, нет, не ходи во мне. Ай. Ау. Это совсем не детское развлечение. Реально. Что не получается? А что? Ничего не понимаю. А тебе говорили, телефон достать. Я ничего не понял. Он нектовал руку, вытаскивал меня, когда я там взрывалась и могла уже там прямо утонуть. Ну, было весело, было круто. Единственное, что мы вместе делаем, это вот мы в спортзал вместе ходим. Вот все. Нормально выглядело? Да, отлично выглядело. Ну, видишь, значит, дело не... А давайте в Симках ты пытаешься встать. Дело не в нем, значит, а в ваших отношениях. У него, значит, нет желания с тобой куда-то ходить. И что делать? Потому что вот, сразу повел куда-то. Опа, опа, почти получилось. Ну-ка, давай. Там типа вообще все в шарах и невозможно ходить по ним никак, да? Там просто очень высоко. Ой, ну куда? Глубоко. Хорошая черлидерша. Подвигайся. Еще. Больше пластики. Гибкости. А теперь ногу через голову. Как? Ногу через голову? В смысле, черлидерша, это мог. Давай, давай, давай. Давай, поднимай. Поднимай, поднимай. Все, все, туман. После горячего чая и не менее горячих танцев, Серафим решил провести для жены Кати обещанную экскурсию по своей квартире. Зубы сделать, ну прям уж с какой-то вообще. Да, да, ты уже все решил. Они прям сейчас упадут ему. Идеально. Мы посмотрим на твое поведение. Да в смысле? У меня идеальное поведение. Другого не имею. Большая кровать и большие амбиции у молодого человека. Спасибо. Она как большой ребенок, что-то ржет над всем подряд. Ну, может быть, у нас только сильно нравится есть. Вся костина. Мне тоже нравится, вот диванчик мягкий очень удобно. Что ты на всем ржешь. Когда у человека вот такая вот душа, ему хочется и жить вот в таких же там хромах царских. Конечно, бы хотелось такую большую квартиру, как у Серафима. Как тебе сегодняшний день, расскажи? Да слушай, шестой день. Повеселились немножко. Ну да, а что тебе вообще нравится? Какие там сюрпризы какие-ли штуки интересные? Я люблю вкусно покушать. Очень вкусно, приготовленную пищу. Чую с руками, они все какие-то биты, побиты. Будто он слесарем работает, а не женскими руками. Они из дома приятных снах тебя. А поцелуйчик на ночь. Поцелуйчик на ночь? Ладно, давай тогда ты меня. Нет, давай ты меня. Я тебя? Ну ладно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пизда. Так, нахуй. Давай без... Ненавижу. Вот все программы. Ненавижу, когда вот так вот делать. Далее в программе это просто полный... Песит меня это. Эй, ты че творишь? Звольно ты спишь здесь. Ага, ты только решил, да? Да, я только решил. Ха-ха-ха. Вот твоя подушка. Да. Слушай, здорово. Подъедел. Можешь надеваться. Слушай, спасибо большое. Если я спил, он сразу, блядь, давай, поехали. Не-не, мы сегодня вместе здесь спим. Серьезно, смотри, видишь мне какое зеркало? Очень классное зеркало. Тебе нравится? Да, мне очень нравится. Ты любишь вот смотреть в зеркало? Я когда смотрю? Да, не продолжил мы все. Обычно я не смотрю в зеркало, поэтому... Не-не, когда занимаешься любовью? Ну, ой, боже, что? Хорош, смотри, очень прикольно. Не, я... Ты любишь свое тело? Вот давай честно, ты любишь свое тело? Ооо, началось! Я обожаю свое тело, понимаешь? Да, конечно, естественно, любовь. Самое классное во время секса еще и смотреть. Слушай, как попробовать, конечно, я... Не, ну это какой-то провокатор, а? Да, видно, видно, глаза, счастливые глаза. Что бы этот молодой человек? Бля... Ну, она все, она... Она растаяла. Все, там, конец. Как ты сделал? Вот мой путь к сердцу, вот, лежит только через время. Ну да, ну да, посмотрим. Узнаем, какануне вечером, что путь к сердцу мужа Виталия лежит через желудок, Алиса решила этим воспользоваться. Я выяснила, что то, что он любит больше всего, и то, что действительно может как-то его к себе расположить, ко мне расположить, это еда. Ну, такие глаза огромные вообще. Ну, большие. Приправ не хватает каких-нибудь вкусных. Да? Ага. Что-нибудь тебе найти? Когда я спрашиваю, как бы, ну вот как конкретно ты хочешь? Это неприятно. Ну, ты должна догадаться сама. Ну, как я могу догадаться так, чтобы мне понравилось? Да нет, надо во время... Бля, ну если такие фразовые киды, это же нет. Ты дурак, блин, что ли, вообще? Я ненавижу, когда мне говорит, догадайся, говорю, иди в жопу. Скажи мне, что тебе надо. Я не буду играть в Шерлоков-Холмсов. И сейчас он тоже неправильно делать. Ну, приправа, блядь, не хватает. Ох, ты чё? Ну, я в следующий раз узналивала сок какой-то. Суши на вкус. Пришел дебаться? Да, да, всё я рад. Он, конечно, всё равно нашёл там какие-то недочёты, сказал, что там что-то там недосольно, не хватает приправ и так далее. Нет, с одной стороны, типа, тебе не понравилось, не понравилось, ты говоришь, да, вот не понравилось то-то-то. Вроде бы, да. Но из-за того, что, блядь, девушки мыслят по-другому, не как мы. Не по-простому, они же эмоции. Нужны эмоции. Тут двоякая ситуация. Вроде он сказал в лоб и правду, а в то же время это может быть неприятно. Но в целом, ему завтрак понравился, мне было приятно. Она приготовила мне омлет. В принципе, понравилось, было вкусно. Утро в паре жены Кати и Серафима началось не с завтрака. Чё это он тут? Ой, она тут лежит. Кать, 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 просыпайся, просыпайся, Кать, горим, горим. Супер, ты чё, ты раздарил, что ли? Горит, горит, Кать, пойдём, пойдём скорее, бежим. Бежим отсюда, Кать. Смотри. Давно горит, тебя ждёт. Ой, господи, боже. Я никогда так в жизни не просыпалась. Доброе утро. Боже мой. Ой, как... Твой кофе. Да, спасибо. Не, ну это какой-то, я не знаю, какая-то мамочка и сыночек, ну реально. Вкусно? Очень. Я старался, чтобы тебе понравилось. Ну это очень круто. Ну про сильно разница. Конечно, моему мужу. Можно взять мастер-классы Серафима. Я хотел в очередной раз произвести впечатление. Катя любит неожиданные моменты. Ей не хватает как раз-таки вот встряски. Вот этих эмоций новых, жизненных. Ты вроде вот любишь, ну, тактильные контакты. Так же, как и я, да? Какие прикосновения тебе нравятся? Когда тебя где трогают? Кто-то вас любишь? Бля, у него все в секс идет. Хорош, понятно. Но он понимает, что она... А что? Он постоянно трогает людей. Что-то хуже. Что ей не хватает, он видит, он не знает. Ну я этого не знаю, потому что киноэстетик, я тебе говорила. Хорошая отмазка? Наверное, нет чем. А ты любишь? Устречу, да. Всю мою жизнь устречу. У меня, кстати, есть идея. У меня сегодня девочки знакомые фотосессии устраивают. Как смотришь на то, чтобы сходить? Развлечься. С удовольствием. Да? Да. Хорошо. Мы уже видели этих знакомых девочек. Алиса решила поработать над его имиджем и подобрать новую стильную одежду. А там, блядь, цены, наверное. Его образ совсем не впечатлил. Я подумала, что неплохо было бы его немножко приодеть. И мы заехали в шоу-рум. Посмотрим, чтобы я тебе подобрала. Нет. Не то. Не то, думаю, что нет. Она выглядит прям так лет на 28. А сколько и по факту, я не помню. По спортивному. Мне кажется, она молодая. Я спортсмен. Да, но все-таки у нас же такое тематическое мероприятие. Вот. Это самое, мне кажется. Серьезно? Да. Да, 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 да. Держи. Катя мне ни разу не высказывала никаких претензий к моему стилю. Ладно. Все-таки надо выбрать тебе какую-то шляпу. Ну, дауры нормально выглядишь, не знаю. Шляпочку, шляпочку. Шляпочку какую-то ты уже выбрала. Вот эту. Не, ну аж все для фотосессии подбираешь. Так, и вот этот шарф. Что за трэш вообще? Конечно, он вот так вот одевается. Больше самый модный. Валя. Это что такое? Это ужас. И вот так. Все, иди примеришь. Ну иди-иди. Вау, прикольно. Мне нравится. Хрен знает. Что-то не очень. Идеально. О, красавчик прям. У него прям образ изменился в лучшую сторону. но не подходит ему он слишком старше для этого ряда прям вот не подходит значит а за выглята покупает не был странный спать и покупала тоже сам про острых ощущений серафим повел жену катю прогуляться по арбату у меня есть тебе просьба через некоторое время что с ней как будто хочет туалет и сильно сдерживает сцену догадая она постельная а здесь сыграешь тогда нет ладно целоваться я люблю тебя я тебя безумно люблю друзья помогите мне пожалуйста я делаю предложение выходи за меня замуж я буду я буду любить тебя всю твою жизнь свою жизнь даже если это не настоящее предложение руки сердце все равно любой девушки нравятся такие поступки вам просто угорал смотри острые острые ощущения бля она угорает вообще над всем просто что он не скажет она ржет как лошадь это потому что мне нравится я оценила креативность девушки смеются когда когда парень и нравится что будет у нас сегодня острые ощущения я все могла предположить может быть уже реально столько скучно 5 минут вот ровно вот как только они истекают и доходят последние секунд ты тут же заходишь муля что-то сейчас будет а мы же видели там показали далее ё-моё сейчас был просто вам в обморок упадет реально и видишь сюрприз реально в обморку пойдет печально ну это обещанное чай ланство мужа виталия с подругами алиса оказалось неожиданным для молодого человек очень не он вах и просто я тоже в ахере был голых девушек я как-то не думал об этом как зовут я забыла от такой красоты просто как меня зовут виталик тебя я знаю как маргарита а ты похожа с девочками сфоткаешься я сниму девочки стали к нему как-то проявлять интерес модели девушки мне все понравились самые симпатичные показалось алиса еще блять тут не будет плашечка порнохаб а это фотосессия на iphone у тебя же жена фотограф дает и он скорее более общительный дом и чем с другими людьми привет алиса как дела ты за диван я надо а ты вот туда да да вот да вот все такой качество графе серьезно 4 бать царь ты бля посмотри на его тар сидит обнажаться на ты его только ладно сессии для алисы обычное дело а вот для мужа виталия он в ахере сидит сидит такой как бы не повернуться сказал алиса обладает прекрасной фигурой но нет мне все очень понравилось давай так если оценить то ну нет не прекрасно фигуру ее и есть лишний вес в отличие от себя и смотрел туда у нее есть на животе жирок так что фигуру ее не отлично есть лишние вот ну типа норму не хочу слушай маша руками а почему а кого ты стесняешь с меня да а почему я стеснительный да да я же вас сейчас не стеснялась что-то он так это лишь отвечает пресс не давай не будет столько людей камеры я не понимаю чего хотят значит он как-то слишком это яска отвечал им предложил жене кати испытать острые ощущения с помощью приобретенной доски с гвоздями встаешь и все ну а ты можешь стать двумя прям сразу так двумя и надо ну чё это же физика надо стать двумя чтобы у тебя вес расположился равномерно а станешь на одну ногу у тебя весь вес надо ногу тебе будет больнее но не нет надо виду ни в коем случае будет сколоть но не так и стены достанешь крутое ощущение если веса план они не знают реколы короче штуки вроде взрослая женщина должна как мы хотела я поняла что мне нужно сейчас ничего не смотрят не смотрят ничего не читают мой конец он близок боже мой я почувствовал такой маленькой девочкой беззащитной который стоит и больно в тот момент когда я вставала на доске он меня поддерживал и морально и физически да ты ведешься как маленькая девочка стоян тысячи иголок пронзают мои ноги насквозь конечно за креативность вот за ощущение 1 балл потому что неправильно все делал дрыгалась дергалась хорошим прикольно же они любят испытывать все вместе устрою ощущение никакие значит вы именно совместе не любите за расстегивать рубашку на фотосессии алиса решила попробовать его раскрепостить бля сразу раскрепостить криши прекрасно выглядишь бля ей вот есть тем пацаном надо встретиться вот вот да нравится нравится сейчас всю кровать обстоятельность вот это совсем не страшно мне можно тоже бы понравилось и немножко разделся бля номер два так лучше но я же говорю есть лишний вес вот они жопу за блюрили а там был лишь невест но хотя ладно давай так хорошо она не жирная но она не занимается спортом я могу показать ну пальцы на ногах блять ты дурак что господи бля он реально дурак вот-вот он уйди вот что улети сколько лет бля мужик аж гола придет поля а у а у сити и не вдупляй да все три по очереди все три просто вот эстетическим взглядом какой тебе больше а я не вижу покажи покрутить толстую не увидел но слушай вот этот да ничего да ну хорошо я тебя поняла я думаю я нравлюсь да она про общажу с тобой ты дебил эксперимента каждый вечер по видеосвязи привет как у себя дела а ты ее покажи ты камеру переверни там живешь у алисы она модель бляда покажи покажи давай пиздец у каждого нижнего бельяна у тебя прямого прямоволосая красивая модель стопа то есть ты ничего не видела до получила вот только лицо показал удивительно просто ну чего будет будем разводиться с тобой или нет а ты уже собралась я не бралась наверное ну подумай ты подумай тебя есть время вот моя жена фотограф для меня это и урожайся такой чтобы вот так вот раз мой муж жил какой-то другой женщине это сильно как бы очень странно не непонятно она не заметила за что на нижнем белье плану неожиданно повезло и ним неожиданные гости мы были на, я не буду в этом месте и не знаю как и у меня была бы очень странная мы все проекты и все проекты и все проекты у тебя я и и сколько раз вы говорили я и я была маленькая я и с EA попаясь с тобой что с моей точки зрения и что в школе я сегодня я известна 12 лет я знаю сколько там мне в шуме и не знаю как обоих в том что это все проекты у меня и после самой 하는 это все проекта и я думаю что и этот проект шум Lean кто это такая а я кажется кто это название очень интересная серия сестра серафима алена старше и не хотела но не сильно может 30 короче у нас у не останешься там потом решим ты чувствуем да хорошо да точно спасибо большое у нее перед залогу что в этот вечер жена катя все же согласилась ночевать с серафимом в одной кровати вы можете одеяло два взять и все не будет ничего того что тебе не понравилось потому что он моложе и так далее и в одежде блядь спите очень спасибо пока я обоим нападал если увижу что они там чем-то не таким заняты ты сам не будет врачом быстро распрощаемся доброе утро ты сам не против как спалось прекрасно что интересного снилось не помнишь ты упал и проснулся ладно молодец лошара блять алиса решила взбодрить мужа виталий и вызвала его на водный бой и разделся это очередной помощь чтобы раздеться но ты чё не понимать он реально смотри она раздеться вы не сказала что не на лицо она вдруг а я закричала обидеть чуть не расплакалась я даже не понял что произошло алис ты в порядке я думал ты поиграться хотела алис что ты чего так расстроилась ничего просто в воде так мы же играли ты сама хотела поиграть я не так играла я на тебя на лицо ты на меня напала я сидел завтракала ты на пол и ничего не тебя не напала че ты бля и из пальцев и суммать и играем чего аналогичные игры и все заходит гораздо дальше и гораздо веселее я был максимально тупо от нее на самом деле почта в париженной кати началось гораздо романтичнее букет цветов в постели мне никогда муж не принесла она сама не знает чего хочет очень часто проснемся утром от любви еще укутанные с нами и ткани легкие слои как будто стел слетают сами святая нежность влажных губ и напряжение ожидания как сладко начинать игру и снова чувствовать желание я не могу не смотреть на ее зубы это вообще потрясающе ужас как-то 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 довел передний блядь еще не все в одном сбоку для тебя сюрприз можно открывать блин не курсили яновид лет сороку эти примут много и 32 ты звал для меня ну какая ты мода еще вот как-то типа сестра пришла вот вот я еще окей там 32 да такая она не старая молоденькая а тут 40 прям точно если от курит то понятно почему она так выглядит ни хрена себя они потрясающие они типа не улетают как это тоже это вообще это не с это не сайта не это невозможно с чем блин прикольно бабочки живые взлетевшихся бабы малым предложил намазать жену катю медом более полный попас попробуем с тобой это а чё ты будешь мазать а потом все же масло все пизда волосам надо быть очень важно чтобы везде было нежно серафим в очередной раз меня поразило своим таким романтичным креативно креативно на мне вот такого никогда чтобы загладить свою вину перед алисой за утренний неравный бой муж виталь для утра это зе такси фор не пою давай водный бой потом через минуту я вся мокрая и обиделась и пригласил дураку покататься на модном лыжном тренажере пятки врозь пятки врозь прям прям на самом деле он очень пыталась меня поддерживать мне очень понравилось его поведение он был очень вежливым галантом единственное что мы не вместе делаем это вот мы в спортзал вместе ходим блин реально они уже уже в двух местах они побывали от женой вообще никакой представляешь над спортом заниматься мне понравилось проводить время там хоть она постоянно падала я никогда не видел так много большой груди бля я не могу а ну да я все пытаюсь оценить ее фигуру потому что он там ой такая фигура такая фигура короче не надо это делать все забили вычивать профессионального взгляда был оцениваем и позвонил молодой человек и они помирились я хочу приложить тебе пойти сегодня на актерский курс я понял что не нравится актерская деятельность то чем я занимаюсь я решил сделать ей такой сюрприз не у кого-то всю жизнь дома держали тут решили в люди вывести но я как-то где-то внутреннего там я ожидала что скорее всего такое может произойти попробуем сейчас расслабляться каким образом сейчас нужно будет очень медленно упасть на пол это отлично а теперь в четыре раза быстрее отлично молодец да я знаю что катя хочет попробовать в качестве актрисы ну что ж флаг ей в руки смотри значит вот сейчас ты должна будешь сказать в руки люблю но при этом ты ненавидишь в такой степени что в принципе он должен сейчас прямо сквозь землю провалиться я тебя люблю какую бы ты сказала фразу если бы тебе надо было чтобы он убрался скажи от себя шоу вон молодец теперь точно так же я тебя люблю точно так же как будто говоришь пошел вон мне было сложновато пошел вон я тебя люблю в какой-то момент даже вот поверила что катя меня ненавидит ну да неплохо жизнь по-другому принципе первую часть убираем оставляем только я тебя люблю я тебя люблю так молодец чудесно мы бы неплохо это в по крайней мере не как в меме где там девушка и два мужика да я люблю тебя он тебя не любит хотя бы не такая же лупость выглядит нормально по условиям эксперимента муж и жена каждый вечер должны созваниваться может она мужу представляла момент мы сегодня катались на лыжах на лыжах ты же их не любишь тоже нормально я покатался мне даже понравилось вот видишь смотри надо было просто попробовать алиса ногу повредила промассировал быстренько все прошло так понятно ты стимулирует хорош я тоже как также почему почему он меня не видел что такое привет он там тихо зачем такие слова то в чём таки использовать для чего что он те он он про неё сказал типа почему почему он меня не видел что такое привет чё он там ты зачем тихо чё вы так слишком много с это букв блять запекали зачем слова слова вы были он сказал а что тебя и кричу моя моя она опять голая они уже обнимаются были все были он все пока мы что-то пускаем с тобой слышь да мы вообще счастливы я думаю она ревновала потому что увидел господи блять дилюция который невозможно не увидеть демонстрирует все свои достоинства но если есть что показать почему бы нет такая заговоришь потому что не твоя жена она откровенная тут что-то я немножко напрягалась немножко горячего скайпа с мужем жена екатерина нуждалась в утешении серафима он пригласил ее на неправильно импровизированный пляж я слышу море 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 хорошо ты здесь боже ну как тебе замечательности звезды кастусы пальмы все для тебя да классно чё здорово очень романтично за дикой дикарей за мой откуда столько этих идей берет этот год не возможности поехать никуда я занят я приглашаю согреться давай злась нормально мама да все там теплее так не забирай мой родился не забираю да и это было это было приятно это было кайфово мне очень понравилось все пиздец да ну бля все он тебя уже вот как по мне когда вот так вот просто по лицу ты вот так у делаешь это уже все это прям близость от трогаешь лицо другого человека нет у меня мужка поцеловать чушечку это очень приятно безусловно серафима не симпатичен как мужчина когда мы это видим мы это видим показе что вас интересного дождаться утра и разбудила мужа виталика чтобы он сфотографировал ее в откровенном наряду бля на все не успокоится она все не спокойно она не может покоится этот дебил не поймешь что надо делать вообще просто трэш чего срочно сфотографируй меня пожалуйста пойдем 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 срочно да я понимаю конечно срочная вещь очень бля смотри фотографии будут здесь а счету спи другой комнат но если жены не нравился ему фотографировать я не знаю чем это какие-то фотографии делали то здесь он сначала сейчас похмурить а потом а ну такое можно и пофоткать давай я не помню когда последний раз виталий меня фотографировал или он спит попряжении нет еще и ему походу похер да он спать она реально посреди ночи разбудил ты чё дура такая же прости через бля за претензии витали не понял что ночная фотосессия лишь повод для алисы перейти к более близким отношений агрызательно дон там много фотографий я вообще не понимаю просто все это приколов этих всех вообще для меня это дико естественно ну что все у тебя конечно не упущен то вообще слушай меня если честно если честно уже все эти твои фотографии ты постоянно в телефоне сиди были на меня нет в общем я не знаю мне это просто надоело давай спокойной ночи чё за бред просто все ладно пофиг спокойно расстроенная алиса в эту ночь легла спать 1 я а до этого не вы вместе спали какой-то странный блядь проснувшись утром серафим обнаружил что жена катя ночью ушла спать на диван он не стал ее будить и приготовил для девушки очередной вкусный сюрприз но себя походу прямо 40 ощущает видимо поэтому так все не знаю короче почему так себя ведет дебил какой-то на завтрак капкейки с мороженым ооо круто 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 спасибо тут еще кофе ооо благодарите пожалуйста ооо супер-супер будешь ты почему ты с меня сбежала я же говорю у меня что-то смотрим все не складывается поднимается сложилось да там же блядь неудобно было спать там слишком узко я волшебник завтрак в постель принимать всегда приятно тем более в таком виде мой муж иногда носит мне завтрак в постель но это бывает редко очень и конечно без дирижерской палочки без музыки но это будет так редко хочется почаще честно сказать ты не хотел бы поэкспериментировать палочки чё и херосические фантазии нет ему надо стой встретиться модель давай без далее программе и смотрю готовить мужу виталию извинительный завтрак извинительный завтрак тут опять 50 на 50 ты будешь мужика посреди ночи и он не привыкший к такому совершенно что там надо фотографировать еще и голый так далее да и к сексу ночном потому что она на это хотела сделать он к этому не привыкший в озлобленный вышел ну как он заговорил дебил конечно как разговаривал вот то есть двоякая блять и он разговаривал как еблан и она тоже немножко сделала хуйню вот если бы ему было лет 25 хотя бы я надо так сделал то мне кажется прошло бы все более нормально спасибо и ну посреди ночи я тоже если я встал в три часа ночью просто разбудили не с хера я тоже наверно в ну прям не разговаривал неправильно но мне был тоже на нем неприятно не знаю я люблю вкусно поесть как твои дела к что тебе снилось она без макияжа мне снилось что кому-то морду бил а ты боролась с какими-то девчонками ну знаешь как девушки в грязи борется вот то же самое было я так никогда не борюсь я же стоит я играю с несовместимые вещи знаешь я думаю что нужно все-таки еще раз попытаться приобщить себя к искусству к прекрасному не знаю может быть что ты попробовал увидеть мир по-другому чем ты увидишь обычно так что сегодня мы пойдем в одно место которое я надеюсь наконец-то тебе понравится и произведет на тебя впечатление я тоже на это надеюсь серафим вместе с женой катей заехал фотостудию к своей давней приятельнице вот так мне кажется или он как будто чуть-чуть тебя младше или ну я просто не чуть-чуть я поняла да да честно сказать я таким сталкиваюсь впервые когда мне задают вопрос по поводу моего возраста и фотографа и еще подруга моего спутника это меня немножечко смутило какой-то такой сомнительный комплиментик ты сделал может быть мы сделаем какую-то сессию знаешь это очень круто когда девушка старше и вот через себя это перепутать пропустить этот женские переживания образ может быть мы немножко добавим возраста катя легко но идей мне очень понравилось я старше его он младше меня мы любим друг друга прям актрису нашли прям актрису и спинку 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 и 2 ручками ручками здесь ой какие вы хорошенькие застаривающий грим и даже серафиму стало не по себе уж за все какие-то моменты я ловился на мысль что старуха это передо мной то есть вот особенно когда мы прям максимально близко были я вижу вот эти вот морщины вот это вот все это не очень а потом как бы понимаю что нет это же грим это это катя и все нормально это молодая девчонка все хорошо я никогда не был ни на фотосессиях не фото студиях ничего подобного никогда не видел мне просто не нравится фотографироваться бля чувак очень скучный пиздец он прям скучный я неловко чувствую это не хочу то не хочу я это не люблю бля и да иди ты нахуй фотосессия мне очень понравилось очень интересно теперь посмотреть на результат как-то у нас и получилось и кажется да вот вот ну на мой взгляд у нее даже фигура лучше чем у той там действительно правдиво все в кадре но именно фигура даже старушка будут любить утром за завтраком алиса предложила мужу виталию прикоснуться к прекрасному в прямом смысле слова и привела его в студию видно что он ладно фигуру бля они заставляют нет ли видел где-то на мероприятиях но сам никогда не рисовал самому гораздо интереснее чем смотреть так 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 щекотно прям втянула как могла прям видно что он сейчас муж виталий слегка подразнивал алису своей брутальностью на самом деле у него был свой небольшой опыт в живописи иногда я рисую так хорошо выглядишь спасибо может на ноге попробуешь это что за стрелочку куда это стрелочка направляет а это что тоже стрелка все та же стрелочка у него получилась интересная картина мне это очень порадовало но он был действительно увлечен процессом то сему вот ну интересно реально мне ну интересно да я тоже так порисовал ну просто интересным все какое-то свое видение это красиво не все так летят не здорово так у меня не было никогда но так бы хотелось очень да и не закончила ну что сделать мне нравится а мне так вот четыре руки мы она бля вся бля стоит не знает как встать еще более достой тоже нормально а сейчас захотел фотографирую да рисуя на теле алисы муж виталий наконец почувствовал вкус к фотосъемкам ну разве фотографировать не прикольно тебе не нравится мы слушаем возможно раз в год я допущу такое событие смотришь что получилось мне все очень нравится спасибо ты еще профессионал мне кажется что я все-таки сдвинулась для в нем с мертвой точки жену кого заморка впечатлил ее возрастной образ что она не спешила расставаться с ним и отправилась в кафе с серафимом в гриме ты серьезно мне кажется вопрос забыл у тебя жены сейчас же все коситься вот турчик что кажется мы не хотя если они будут никак прикасаться друг другу то нет скажет просто мама и бабушка мама и сын скажет да да вообще нормально как оказалось фотографии с изображением известной модели алисы котельниковой попали на обложку мужу и вообще не смутил они как девушка была в компании мужа виталия да ты гонишь ты чё серьезно погоди такой блять почему не я ну почему момент меня все немножечко затрясло я обалдела хотя вчера мужик целовал шею и так далее давай тут не ты чё блять мужчина удивляешься тебе сколько лет 40 что ли так разговариваешь в ответ на дерзкий или он пытается ей дали в окружении полуобнаженных показать серафим решил записать не менее дерзкое видео с женой катей и выложить его в соцсети ребята новости новости шоу-бизнеса сегодня великий актер шоумен на серафим сваровский был замечен с приятной юной особой и у нас сегодня будет очень крутой романтический вечер завидуйте подписывайтесь смотрите все что только можно виталий к тебе привет пам-пам кто чаще смотрит муж виталий в свою очередь после боди-арты и фотосъемки для алисы продолжил оказывать всяческое внимание девушки завела тебя его на что на что ты делаешь я платье режем это сейчас такая акция в инстаграме одной женщины против насилия ты режешь одежду и фоткаешься в ней и ну как бы это как такой флешмоб помочь тебе да ну да как думаешь где лучше еще порезать чтобы потом сфотографироваться вот тут наверное да еще дорежь везде хорошо есть у тебя чего порезать не нужно да вот как раз футболка старенькая давай тогда давай держи давай попробуем давай аккуратно то еще поранишься я боюсь то сойдет давай еще чуть-чуть вот здесь нормально вот мне кажется отлично он с интересом с удовольствием согласился мне понравился его отклик все поставлю на таймер смотри он нас сфотографирует сейчас будет больше бомжиха ну все спасибо я это правда очень ценю мне даже стало интересно все это по чуть-чуть дозировано да мне понравилось проводить время дома сиражин предложил жене кати вместе придумывать эротические стихи строчку он строчку она тот кто не сможет подобрать подходящую строчку выполнит желание партнера указь разреши мне поцелуй беспрежный 2 строчку что но можешь ли быть ты настолько нежно а ты попробуй начал по пощупай но мне кажется ты что ты можешь быть глупым звучало обидно и не очень логично не глупым а грубым надо было сказать не эротические стихи не литература какой-то подобно только своего сочинения x-pro хотел бы снять с тебя я платье сможешь ли быть ты достоин этого нет орех себе платину сможешь ли ты быть достойны я понимаю да у меня конечно фантазия побогаче в эротическом плане нежели у кати я хочу танец на столе знаешь с элементами вот страсти эротики что-нибудь такого покрутись вокруг себя секса добавь я никогда не танцевал я ошибся с фигуру я не лучше меня это лучше ладно был бы очень круто чтобы это танец перерос стриптиз потом по условиям эксперимента каждый вечер муж и жена должны выходить в skype жена катя решила не предъявлять мужу виталику претензии относительно его фотосессии в компании полу обнаженных девушек мы сегодня ходили на алисе рисовать боди-арт называется она прям все тело было да ну да она была в белье я разрисовал ее фотографировал прекрасно время провел то есть ты проявил свои художественные способности на ней прям на всех частях тела да почти на всех я бы я чувствую что нам будет что друг другу чем друг с другом поделиться с тобой да да у нас теперь с тобой больше общего я теперь тоже фотограф а так ты еще и фотографировал каждах ты сука хорошо проводит время отрывается по полной за тоже непонятно ли он типа всегда был черствым и жена не смогла как бы его расположить к этим фотографиям и не просто не заинтересован он был и это смогла как-то короче включите подобрать и теперь ему в принципе это интересно делать то ли он просто такой а ладно расстроенная после разговора с мужем жена кати плевал и ничего рассказывать серафима я зашел тебя псов а теперь сном спокойно чем почувствовал нет прекрасно спасибо пищу горячий поцелуй вот они какие оказывается бывают и и а чё ты там делаешь смотрю наши фотографии которые получили смотри смотри да по-моему отлично уже сиди фотографировались и мы будем с тобой участниками движения против насилия вам очень круто замечательно давай на этой позитивной ноте пойдем спать я уже здесь честно так устал прям ну давай спокойно так сыграла пиздец слушай я подумал то что вот ты хочешь быть актером актрисой но хотел попробовать короче предлагаю себе снять все домашние видео контактный танец не угадал да да ща и зубы пойдем позавтраками поедем мне очень интересны танцы тем более тот танцы которого я еще в принципе не пробовала не знаю предложение серафима сходить на контактные танцы оказалось не единственным сюрпризом для жены кати этим утром чем платье купил я купил себе несколько платьев несколько ты выбрала какой тебе больше понравится мы сегодня с тобой пойдем в ресторан и у меня пришла такая идея побыть вдвоем как-то провести этот вечер вместе посидеть романтичную обстановку наши не последние 5 прощальный вечер я хочу чтобы ты была самая красивая черная класс она очень очень слушай ну тогда сюда надо красное белье меня терапия в очередной раз застал врасплох тем что он просто продумал за меня все это очень похвально ну и конечно же я хочу чтобы ты была сегодня самая красивая поэтому ты сегодня пойдешь салон красоты чтобы сделали красивую прическу макияж то есть чтобы она выглядела очень красиво ух ты иногда покупает были на реально как ребенок пипец вообще не составлять из-за меня продумывать вот 32 очей кого-то там ее мы ходим по 22 закончилась жизни больше она не встречала мужчины и тут раз и встретила проще со всего радость не совместной жизни алиса видимо всерьез задумалась на продолжение отношений с мужем они очень сегодня она подготовил скучно живут походу очень скучно будет обычно только настоящий жених буду сейчас тебя знакомить с очень близкими моими людьми так как у виталика поведение то достойное то какое-то непонятное странное что я не могу понять вообще как он относится я решила познакомить его со своими братьями надежде что они наконец-то скажут мне свой вердикт я что-то ну пойму лучше мои братья да блин ну да я же говорю армянинка что за встречу блин у меня был неловко наверно лисы чувствуя ответственность за свои сколько они тут блин сколько они знакомую неделю или пару дней тут ну четыре на струк устроена же виталию допрос с пристрастием где знали планы на работ какие ну я планирую сейчас там поработать а дальше в интернет идти чтобы не быть привязанным к месту и могу путешествовать потом так что заберу алиса и уеду будешь вместе путешествовать ну не знаю не знаю не так просто будет ее забрать это точно украду если но это тоже опасно ну ты себя солист вообще видишь нет ее жизни нестабильный она может мне не всегда будет дома в разъездах каких-то проектах съемка нет я вначале посмотрел что она делает на своих съемках и пойму стоит ли вообще об этом думать или не стоит но если она захочет а ты не захочешь если буду против будет разговор то есть в отношениях ты должен вести всегда женщину как ты к этому но я считаю да мужчина должен ну смотри как я лис у нас мудрая девочка но все же девочки да для меня абсолютно нормально что они спрашивали так ребят я отойду на секундочку тоже такой да вот вот типа мы мужики типа семье вот они двое мы в семье мужики наше слово закон так далее но вот она а вот она тоже тип может у тебя быть ну как как это вот двоякая бля ситуация это же не ну не честно что он держался очень достойно очень уверенно и на все какие-то колки подозрения колки вопросы он отвечал настолько честно насколько он мог мне понравилось не понравились ну естественно вы тоже такой себе она хотела бы за что вот мои братья так отнеслись тебе но я думаю ничего страшного карась жить же не в конце концов думаю если у нас с тобой все получится тот способ найдет просто поговорили и поговорили интересно интересно что дорогу пожалуйста я еще упаду замерзла могу упасть мощь упасть серафим и жена катя на этот раз пробовали бесполезно встречка как неров по танцу вес тела прям обратно не сопротивляйся там вес должен быть такой куда мясо такое должен меня он сам и только что мясо закрутила ладит и как бы сложила корпус на рука здесь должна быть рука танец это достаточно интимный момент взаимодействие и партнеры безусловно должны чувствовать друг друга раз-два-три-четыре шаг поворот ушла вниз ведро поворот шаг направо разворот но ближе к концу я почувствовал что я хозяин положения 2 шаг легла рука ай как я ударилась мощная легла тебе светали мы танцевали всего лишь один раз как он говорит настоящий мужики не танцуют настоящий мужик беря разрядить обстановку после серьезного разговора с братьями алисы муж виталий пригласил девушку поиграть 5 он куда-то пригласил неподалеку от работающего ну как бы вариант в голове куда ходить до хренище да но за жены к не ходить страну если чё ты проиграла чёрный в последнюю очередь через за подозрительный тип какой-то ходит со мной и чё с собой смысл ничего страшного брата да вы чё давайте втроём сыграем чё вы начинаете я хочу с тобой играть за всем если мы давайте втроём бля это бред полный скринж вообще просто кринж кринжи же крыжать назад со мной ничего страшно собой что с собой будет со мной подставная херня у бля прям пойдем выйдем течет и чтобы проверить мужа виталия может ли он постоять за себя и за любимую девушку братья алис бля я сказал это выглядит прям вообще пиздец как слалик паре своего знакомого они гуляли такие в не знаю чай заследан до для него странным это не показалось слышать тебя сюда не звали тебе все хорош парень так пошли давай пошли пойдем эти испытания муж виталий прошел с честью ты в порядке чё псих было на просто стояла и я почувствовал что я слабое существо и есть кому меня защищать эти не было то очень приятно очень как-то ну вот есть я почувствуем защитить ты сказала давай поиграем смысле защитить от чего такая ну да давай поиграем а теперь тебе кажется защитить надо было и определить что ты хотела фильм какой был привел жену катю в салон красоты чтоб сегодня вечером она стала самой красивой девушкой зуб поменять и когда вот так меня преображают критикуют кудряшки комплименты да конечно да конечно когда ты мне последний раз был что я хорошо выгляжу если только часом а вот эти вот комплименты вот девушки вот если кто-то будет смотреть из девушек вот это как комплимент развелась не обижает что если вот вы когда именно накраситесь вам вид какая ты красивая это разве не обидно что тебе не говорят что ты красивая до макияжа они после понятно что ты стала лучше выглядеть но когда тебе вообще не делают комплименты где что-то красивая потом окрасит такой ебать красота разве это не обидно мне было мне кажется обидно выглядит лучше на бесспорно серьезно я во первых я не узнал во вторых это было очень красиво у меня вообще ни разу никто жизни мужчины не отправляли салон красоты так ты слушать после салона жена екатерина и серафим пошли в ресторан на романтический ужин алиса решила отблагодарить мужа виталия за храбрый поступок и приготовила для него уже корону все подумала там вижу как будто вы просто овощная нарезка это что-то прекрасно выглядит что если корона заслуженно это почему бы не надеть на ужин прекрасный ужин алиса хотела порадовать меня она хотела приготовить для меня и вкусно накормить я это оценил а как ты вообще ко мне относишься вот за эти дни исключительно позитивно я мем вспомнил самый романтический момент позвонила жена екатерина по правилам эксперимента пара мужа и жены должны договориться о двойном свидании завтраке позже алё привет привет у меня тут проблемы с телефоном чё конец уже новый покупатель что видео не работает да окей как ты готова к завтрашнему свиданию нашу конечно готов и чем там алиса придет слушай не сбылась будем выбирать самом прозрачном платье или вообще сразу в нижнем белье придется в ресторан но мы подумаем выберем конечно он подстегивает прям прям подстегивает серафим привел сюда он кушал блин где часто ужинали его подруги актрисы в разгар беседы серафим решил по ухаживать за подругами чтобы вызвать ревность жены екатерины ему это удалось да ладно начать со мной общаться и кушать и просто взял убежал как-то нормально я не посчитал нужным их знакомить мне приятно как мужчине да то что меня ревную не очень испортился страница наедая поехали ну так резко вернувшись домой серафим решил прояснить ситуацию женой катей ты свободен а я не совсем ты сюда пришла чтобы решить этот вопрос для себя ты честно себе ответь просто честно твой муж тебе что-то из-за подобного делал может ответить может обсуждать ты на меня создаешь я на тебя давлю да ты сейчас на меня давишь ну кей у нее есть противоречие то есть как мужчина я и симпатичен но допускать чего-то она не хочет потому что боится мужа у меня есть тебе предложение да это вот это вот такая тупость блять ну вообще не понимаю если тебе все нравится да да у него там тоже все прекрасно блять чё вы хуйней занимаетесь боже мой каждый переспите блять и разведитесь конце концов сегодня у нас с тобой последняя совместная ночь вот давай раха на этого не будет конечно и обнимал и мы так близко были друг другу это уже было очень круто ну и после необычной ночи естественно должно быть необычное утро почему не было необычного серафим серафим он тоже решил принести фигир зальет было бы смешно вставай смотри что я принесла завтрак постель типа 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 сюрприз да что же говоришь я такая нехорошая думаю только о себе вот я подумал тебе я поняла что серафиму тоже необходимо внимание такое женское и человеческое поэтому я решила что нужно сделать что-то приятное для него и решила приготовить ему завтрак видишь не не все же так плохо но тоже хочу может не утром это было приятно неожиданно я думал что уже все как бы сейчас будем кидать друг другу вилками а тут нет довольно милая начало дня иди сюда я увидела что он не ожидал конечно совершенно этого поступка и я надеюсь что это сгладилось наш конфликт который был предыдущий день у нас же сегодня с тобой последний день мы сегодня идем на свидание на дождь чего человек мой не значит и немножко волнулись тебе вообще интересно вот как они там проводят время конечно я просто знаю так немножечко чуть что они катались рассказом его да а с тобой интересно вот есть вот сегодня мы вечером встретимся я стану им вдвоем и вот так лапшу тебе развешивать даже с одной стороны с другой у тебя макарон уже падать начнут а он все будет класть я тоже так сказал да вот вечером мы увидим ну серофич я тебе предлагаю другую историю так мы с тобой будем же не за ними шпионить ты серьезно нет ну во первых мы придем на двойное свидание раньше так и ты оденешь парик будешь здесь в парике где-нибудь может очищать все он тебя не узнает мы посидим посмотрим как они придут как они общаются что они делают какие у них взаимоотношения мне кажется что когда мы будем шпионить я увижу очень много интересного если тебе нужно сто процентов картины которые сто процентов конечно конечно еще давай это очень круто кстати идея просто бомба я думаю что на двойном свидании у нас будет много тем для обсуждения я ожидаю какого-то продуктивного конкретного диалога с виталием и алисой не интересно будет на них посмотреть мне кажется что я надену этот комбинезон как тебе но слушай хорошие эффектно 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 все значит берем его а вот к тебе у меня будет небольшая просьба я хотела бы тебя видеть во всем том что я тебе подобрала красные брюки черные ботинки синяя шапка черный шарф в общем будь пожалуйста при полном бараде ну хорошо но только ради тебя в назначенный час свидания серафим и жена екатерина сидели в засаде ожидая мужа виталия и алису интересно удобно сейчас придут наши друзья блядь как блядь смешно за ним блядь мне кажется за нас давай добра дыша бля и просто смешно ты думал ты дурочка что ли она реально как ребенок и ведет себя что с тобой поймать ты чё пиздец 32 года человеку я в охране 32 года но ты хихикала сидела даже не стала екатерина приятного вам аппетита но преобразилась мне понравилось от нее волос с прямыми волосами раздевали а мы из постели не вылазили как блин скучно провели 5 дней бля специально то что виталий в ревнует меня к серафиму потому что я видела взгляды всем понятны и бля это настолько странно господи в это просто пиздец да реально вы неделю жили с другими людьми развлекались вам все нравилось но вы сидите и ревнуйте боже мой хули тут ревновать все уже даже что с вашей головой взгляды подожди вот абсолютно незнакомо на завелась и живой что девочка неплохая но я посмотрел нормальные фотографии но мне кажется катю это могло задеть потому что это ее профессиональная деятельность и я ни разу не участвовал с ней в таком преображение супер 2 ва-ля я в новом образе пока что ногу лучше мне кажется те кудряшки больше пойдут не слушай не слушай как идеально это идеально это было для тебя я знал друг другу прямо это ревнули потом сказал что идут кудряшки когда она сделала прямые что просто задеть ее немножко отдайте мне такой вопрос к вам а вы вообще соскучились друг подругу я вот вообще не скучал но не некогда было скучать а виталик ты прям серьезно да ты что соскучилась да вот хорош а ты ты чё соскучилась что ли ни капли с алисой вообще не скучно что за вопрос такой странный треск хорош они хотели вывести друг друга на ревность они просто провоцировали провоцировать друг друга провоцировали как дети просто как я никому не хамлю я наоборот это пострекает эти два дебила а это все ревность пытается это вывести и сарказм кидает а тут просто агрессор быть пойдем будем поговорим пойдем в чем вопрос то не я просто сейчас может разбить морду это твоя девушка это твоя девушка это твоя жена это было так струсово я испугалась виталия за его состояние за серафима какой-то локаж блин там стоит такие два два такие мужчины и на блядь да особенно молодые которые конечно очень приятно боже это было так круто тебе нравится я за тебя оступился я не трогаю ребят живите как хотите все это ваш вопрос да давай пососить блять да ёб твою мать да вот чел давай давай пососить пососить давай давай дебил и блять а чё с этим было ничего не было но потом посмотрим слава богу господи блять у меня из корабля буря безумие твою мать прям реально ну тут тоже не доверие муж виталий и жена екатерина решили не расставали блять они поняли что любят друг а теперь уж и должен ну да они отсидел они там семьи с единства это при это . да такая бля в ахуяще просто люди вы чё дебилы совсем что ли вы чё идиоты блять решили блять не расставаться господи бля что вашей голове вообще происходит зачем у вас через месяц блять опять такая же хуйня начнется опять будете сраться там не понимать и недовольны ну короче вы вернётесь ко всему этому через месяц или думаю что я не тебе решили свои проблемы и за счет этого проекта бля вы кончены конечно блять ладно короче если кто досмотрел оставляйте свои комментарии подписывайтесь на канал на твич и к play такие трансляции будут регулярно проходить пишите там название разных таких шоу может какие-нибудь просто юмористические тоже кайф будем смотреть угорать все тебе спасибо всем пока